Ну а жителям деревни Костина в Орджоникидзовском районе на таком внимании даже мечтать не приходится. Им бы элементарно попасть на прием к врачу. Фельдшерский пункт закрылся больше года назад, а до ближайшего медучреждения теперь несколько десятков километров. Это при том, что в деревню никакой общественный транспорт не ходит. В связи с коронавирусом ситуация еще осложнилась. Чаяние жителей глухой деревни в репортаже Константина Кравцова. Как мне выписать лекарство, что у меня она кончается, все у меня нету, а без него мне никак. У кого просить помощи? Медицинской. И кто выпишет льготные лекарства? Для Валентины Смолиной вопрос без ответа. Здесь, в деревне Костина, врача нет уже года полтора. До ближайшей амбулатории 25 километров. Но и это не гарантия, что попадешь на прием, жалуется пенсионерка. Я согласна, на нас стариков уже никто внимания не обращает. Я вам честно скажу, мне это бог с ним. Я пенсию, конечно, заработала, но дело в том, что обидно, что я прихожу в больницу и вот так целуем двери, закрытые двери. Понимаете? Медик нужен в деревне, по зарез нужен медик. А у нас его нет. Отсутствие врача в деревне – проблема номер один для всех. И для детей, и для стариков. Там, где раньше сидел человек в белом халате, сегодня висит замок железный. У меня маленький ребенок. А дальше хоть можно было принести, привезти, привезти, поставить. Сейчас я уже не знаю, что как, куда. Власти предлагают жителям деревни ездить в больницы Копьева и Соралы. Это два десятка километров, при том, что общественного транспорта здесь нет. Таксисты берут по 500 рублей в одну сторону, жалуются люди. В этот раз защитить сельчан и вроде как от болезни решились полицейские. Прямо во время съемки приехали сотрудники в медицинских масках и заявили, что сейчас массовые собрания запрещены из-за коронавируса. Я звонила в Министерство здравоохранения, не дозвонилась. Мне пришлось вызвать телевидение, потому что уже все перекипело. Дети маленькие сидят, непривитые. Прививки не кому ставить. Звоню в Густинкино, они к нам не касаются. Звоню в Соралу, мы не касаемся. Кому нам обращаться? Идти на кладбище и ложиться? Следом прибыл сельский глава Сергей Волосатов. Сходу зачитал документ, текст которого, кажется, совсем не вселил надежду. Планируем выезд медицинских работников. Для оказания плана медицинской помощи будет осуществляться два раза в месяц. Для оказания экстренной помощи выезжает бригада скорой медицинской помощи. Деревня Костина образована примерно 200 лет назад, то есть еще в царские времена. Изначально она входила в состав Ужурского района Красноярского края, затем был Шарыповский, ну и вот, наконец, Орджоникидзевский, Хакасия. За это время население Костина сократилось более чем в два раза. Такой вот переходящий кубок, ну или чемодан без ручки. Ни одного продуктового магазина, ни телевидения, ни сотовой связи с интернетом, судя по состоянию столбов телеграфных, связи в Костина скоро вообще не станет. Кстати, именно сокращение числа жителей стало причиной сокращения ставки фельдшера, уверен глава сельсовета. Сегодня по документам в деревне проживает 81 человек. «Было у них здесь 102-103 жителя, да, колхоза нет практически, да, зарплату не получают они, работать негде, остаются пенсионеры и дети. Остальные молодежь разъезжаются из деревни, правильно, разъезжаются. Поэтому у них население уменьшается, да, и поэтому получается, что должны сократить, что ли, они». Ситуация в Костина – пример медицинской реформы, уверены люди. Услышат ли большие начальники жителей глухой деревни – пока вопрос. Но дом для фельдшера местные сейчас готовы сохранить на всякий счастливый случай. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.